В эфире обзор событий за 29 мая. Главное сегодня. Режим изоляции продлен до 7 июня. Область пока не готова ко второму этапу послаблений. Ангарс покидают вахтовики. Здоровые отправятся на работу, заболевшие в ковид-госпиталь. В округе дорожают продукты. Покупателям дороже стали обходиться овощи, крупы и молоко. И сцена только снится. Творческие коллективы города дают отчетные концерты онлайн. В Иркутской области продлен режим самоизоляции. Ограничительные меры по решению главы региона будут действовать до 7 июня. Рост заболевания за сутки составил рекордные 162 новых случая. Большая часть выявленных зараженных – вахтовики. За ночь погибли два пациента. Оба были инфицированы ковид-19. Но в статистику смертей, вызванных коронавирусом, Минздрав включил только один из двух случаев. Нам необходимо рассмотреть вопрос о продлении режима самоизоляции. Учитывая динамику по заболеваемости, предлагаю продлить режим самоизоляции до 7 июня. Включив особенно жителей Иркутской области старше 60 лет, лица, находящиеся на карантине или на лечении, дети младшего и среднего возраста, а также жители, чьи предприятия сегодня не работают. Областным правительствам также принято решение усилить контроль за соблюдением карантинных требований. Накануне в Иркутске оштрафовали три кафе. Они работали в обычном режиме. В залах находилось более 20 посетителей. Санкции составили от 30 до 300 тысяч рублей. Эпидемическую ситуацию в Ангарске обсудили сегодня на оперативном штабе. Общее количество заражённых – COVID-19. Вторые сутки в округе остаётся на уровне из 43 человек. Статистику заболевших дополняют вахтовики, которые размещены в местных обсерваторах. Как доложила заместитель мэра Марина Сасина, 30 мая из Ангарска вывозят последних рабочих, которые проживали в Багульнике. Заболевшие из обсерваторов будут находиться в госпитале. 21 человек у нас находится в терапевтическом отделении и в хирургическом у нас находится сегодня 67 человек. И именно с пневмониями находится у нас 20. Это ковидные пневмонии. И ещё у нас находится 8 с пневмониями, которые пока ковид под вопросом. То есть это то, что касается первой городской больницы. Вы знаете, что развернут госпиталь в МАНО на третьем этаже. Там на сегодняшнее утро находятся 55 человек. 55 человек находятся там, из которых 31 – это ковид с пневмонией. В Ангарске на режиме самоизоляции находятся 350 человек. Ежедневно власти у округа встречают поезда и самолёты из разных регионов страны. Прибывающих развозят по домам и контролируют их самоизоляцию. Однако, как отметил глава территории Сергей Петров, угроза проникновения коронавируса на территорию по-прежнему высока. Внутреннего распространения у нас пока нет, слава богу. Но завозные, никуда их не денешь. И всеми путями они пытаются проникнуть на территорию, покидая вахты. Стремление, понятно, к своим семьям попасть к себе домой. Но оттуда основная угроза проистекает. И, как мы видим из ситуации последних дней, она абсолютно реалистична. Как доложили на заседании оперативного штаба округа, в Ангарске резко увеличился уровень уличной преступности. По данным полиции, чаще всего преступления совершаются лицами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, побиты рекорды прошлого года по количеству пьяных водителей. В Ангарском центре занятости населения полностью приостанавливается личный прием граждан. Такое решение принято в связи с увеличением темпа заболеваемости коронавирусной инфекции. При этом график работы учреждения не изменится. Консультации будут вестись по телефону, а заявления от граждан продолжат принимать в режиме онлайн через портал «Работа в России». Также предусмотрены и альтернативные варианты подачи документов. Есть у нас и такие граждане, и я полагаю, что они будут, у которых нет интернета, у которых нет компьютера. На этот случай у нас на сегодняшний день повешен на входе, если вы обратили внимание, ящичек с приемом заявлений от граждан, куда надо будет положить копия паспорта, копия трудовой книжки, документы образования и справка с последнего места работы за последние три месяца. Здесь пакет документов не изменился, кладется, и в течение дня специалист мой обязательно должен созвониться с человеком, который положил туда документы. Стоит отметить, что наплыв заявлений от людей, лишившихся работы, продолжает расти. В Ангарске на сегодняшний день пособия по безработице получают более трех тысяч человек. Это примерно в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. А тем временем потребители продолжают жаловаться на повышение стоимости продуктов. Накануне Иркутск стат опубликовал отчет по средним потребительским ценам за апрель. Реальная картина, к сожалению, расходится с данными ведомства. Например, цена за килограмм картофеля еще зимой превысила отметку в 29 рублей. Сейчас за кило придется отдать от 70 до 80 рублей. Цена на молоко приближена к реальной. Однако на прилавках зачастую лежат ценники выше 60 рублей за пакет. Средняя цена на мясо тоже оказалась больше заявленной суммы, минимум на 30 рублей. Полгода, наверное, с нового года цены держатся. Единственное, так вот, рублей на пять могут, антрикоты в том месяце были 285, сейчас они 290, на следующий месяц могут быть 275. На мякоть цена не поднялась, 365. Любимая чаша, например, у нас была 49 рублей, сейчас она стоит 54 рубля. Сметана была у нас, например, байкальская, была у нас 108 рублей, сейчас у нас 138 рублей. Покупатели также отмечают, что самые популярные продукты серьезно выросли в цене. Хотя органы власти планировали сдерживать их стоимость. Платить больше теперь нужно за все – овощи, крупы и молочную продукцию. На молоко немножко увеличилось, ну это, наверное, месяца два-три назад. Было 105, покупала Белореченская, 3,5, сейчас 108 на 3 рубля. Ну, обычно покупаю, что там, ну, картошку, там молоко. Вы заметили, чтобы эти товары стали внезапно дороже? Заметили. На сколько? Ну, все дороже, сейчас вот не стала покупать картошку, потому что 70 рублей килограмм. Ну, мясо, конечно, мясо, овощи, овощи, конечно, стали дорогие очень. А на сколько вот вы заметили? Ну, раньше помидорам можно было за 100, сейчас 150-170 – это самое дешевое. И огурцы также. Напомним, что до 1 августа цены на самые популярные продукты в результате переговоров властей с торговыми сетями были зафиксированы. Но, видимо, реально сдерживать стоимость получается не у всех. Отчего траты при очередном походе в магазин снова ползут вверх. Далее о происшествиях. По требованию прокуратуры города Ангарска местного жителя оштрафовали на тысячу рублей за распространение экстремистских материалов. 28-летний мужчина разместил в социальной сети запрещенный видеоролик. А точнее, неофициальный клип на песню популярной омской группы. И видеоряды, и сама песня внесены в одиозный список экстремистских материалов. Известно, что запись ангарчанина публиковал на своей странице ВКонтакте аж пять лет назад. В настоящий момент решение ангарского городского суда о назначении штрафа в законную силу не вступило. А вот видеоролик пришлось удалить. Более десяти нарушителей за два часа. Ангарские инспекторы ГИБДД сегодня вышли на охоту за тонировщиками. Снять пленку нарушителям предлагают на месте или же обратиться в специализированный салон. Но в таком случае автомобиль придется предоставить на осмотр сотрудникам ГИБДД для подтверждения факта отсутствия тонировки. А вот санкции избежать не удастся никому. Каждому водителю придется заплатить штраф в 500 рублей. Хотелось бы напомнить, что светопропускаемость передних боковых стекол и переднего стекла должна быть не менее 70%. В связи с чем выявляется большое количество нарушений на территории города Ангарска. Действительно сейчас очень много таких водителей появилось на городских улицах. Поэтому сегодня буквально около девяти экипажей выявляют данные нарушения. Чем же опасна тонировка? В первую очередь она снижает обзорность боковую в темное время суток, в сумерках. Водители не всегда могут заметить приближающиеся к ним транспортные средства. Подобные рейды в Ангарске будут проводиться регулярно. Как отметили в ГИБДД, часто нарушители после оплаты штрафа снова тонируют автомобили. А в летнее время затемненные стекла особенно популярны. И в заключении выпуска о творчестве. Танцоры из ансамбля «Веснушки» впервые за два месяца собрались вместе. Они репетируют танец, который планировали показать на отчетном концерте. И пусть эпидемическая обстановка не позволила выпускникам станцевать на большой сцене. Они продолжили репетиции в надежде, что их работа найдет своего зрителя. Буквально сегодня должен был пройти отчетный наш концерт, где мы должны были выпустить наших любимых выпускников. Они по традиции готовят свой номер собственного сочинения как подарок своим педагогам и своим родителям. Коллектив нашел выход. Ребята записали выступление на видео. Они исполнили русский народный танец. Это одно из излюбленных направлений этого выпуска. Как рассказали «Веснушки», подобный формат работы им понравился, хотя и было непросто. Но артисты восприняли это как еще одну возможность поработать вместе. За годы творчества участники очень сдружились. Многим танцевальная школа даже помогла определиться с выбором будущей профессии. Санимаюсь я с двух с половиной лет. То есть это уже 15 лет я в коллективе. И очень рад своему опыту, который у меня сейчас появился благодаря «Веснушкам». И именно благодаря этому коллективу я понял, что свою жизнь хочу связать с творчеством и с танцем. Я тоже очень была рада, что мама привела меня именно в этот коллектив. Потому что такого радушия, такого приема, поддержки я не ощущала нигде. В этом году «Веснушки» попрощаются с семью воспитанниками. Они будут учиться дальше и обязательно прославят любимый город. И наверняка еще не раз танцуют на родных сценах Ангарска. А может быть и мира. 30 мая Ангарск отметит свой 69-й день рождения. К празднику в нашем эфире стартует специальный проект «Ангарск. Вместе мы сила». Его участниками стали местные предприятия и компании, чья продукция давно и надолго полюбилась ангарчанам. Сегодня город, рожденный победой, поздравит сеть кондитерских «Стефани». «Стефани». Используются только натуральные ингредиенты. Во всех магазинах «Стефани» представлена любимая классика в лучших традициях – торты «Зебра», «Наполеон», «Рубленный», «Полет». «Наполеон» вообще пользуется торт «Брауни», допустим, торт «Малиновый бархат». Порожный фруктовый торт, очень вкусный, такой легкий, с фруктиками. Вообще очень хорошо у нас идут пироги. Пироги такие как домашние, начиночки достаточно, и покупатели вечерами, допустим, если не готовят, да, они берут пирожочек и с удовольствием ужинают нашими пирогами. Рыбный пирог со шпинатом или индейкой и картофелем, а еще с ветчиной и сыром. Всегда свежие, румяные и невероятно вкусные. Пироги от кондитеров «Стефани» могут стать достойным украшением стола, а в день рождения именинникам предоставляется скидка 10%. Всегда свежие, всегда вкусно, и ассортимент огромный. На любой праздник или так, что-то, сладости какие-то захотелось, приехали, выбрали, и все. Поздравляю всех ангарчан с наступающим днем рождения города. Желаю, чтобы в это непростое время здоровья, в общем, всем позитива, оптимизма и всего самого хорошего. В магазинах «Стефани» богатый выбор детских тортов, тематическое оформление, герои известных мультфильмов. Вызовут восторг у маленьких сладкоежек, юбилеи, семейные и свадебные торжества или корпоративные вечеринки. Хондитеры «Стефани» готовы разработать эксклюзивный дизайн любой сложности. Фирменные магазины открыты во всех крупных городах Иркутской области – по Солесибирскому, Шелихове, Иркутске и Ангарске. Таковы главные новости пятницы. Берегите себя и соблюдайте режим самоизоляции.